Богословское понимание государственного строительства Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязвенности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде» Суратрапеза, аят 2 Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого нется товарища И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад – его раб и посланник Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем, нет сомнений в том, что все общения и народы стремятся построить сильное и стабильное государство Со всеми его энергиями и ресурсами для достижения своих целей Государственное строительство – это наука, которая требует опытности, компетентности и знания о государственных условиях и проблемах Причем, существует огромное различие между пониманием отдельных лиц и групп И пониманием государственного строительства и государственной воли в быстро меняющемся и изменяющемся мире Который знает только язык политических, экономических и культурных альянсов и блоков И руководствуется международными нормами, законами и договорами Что ни один здравомыслящий человек или государство не в состоянии игнорировать или пропускать мимо ушей А также невозможно не приспосабливаться к тому, что навязывает текущая реальность Между тем, государство – это защита, государство – это безопасность Государство – это доверие, государство – это стабильность Государство – это система, государство – это институты Государство – интеллектуальный, политический, экономический, организационный и законодательный строй А без государства существует только хаос К наиболее важным факторам государственного строительства относятся укрепление национальных государственных институтов, поддержание правопорядка и правления, основанного на Конституции и справедливости. Для этого требуется, чтобы люди уважали законодательство и общественный непорядок, соблюдали правила дорожного движения и не нарушали их идея в противоположном направлении, увеличивая скорость или совершая другие поступки, которые считаются нарушением прав на дорогах и чужих прав, что может привести к их смерти или гибели других людей, нанесению им телесных повреждений или их запугиванию. Всевышний Аллах говорит «Не обрекайте себя на гибель и творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро» Сура корова, аят 195 Соблюдение и уважение к порядку способствует построению сильного и стабильного государства. Каждое общество должно иметь правила и законы, которые регулируют поведение его членов, защищают права человека и обязывают его выполнять свои обязанности. А без уважения к порядку и поддержания Верховенства закона государство не стабилизируется и справедливость не достигается. Поистине, уважение и соблюдение законодательства является одним из важнейших факторов государственного строительства, ибо законодательство имеет целью защищать всех граждан. Немыслимо, чтобы общество оставалось стабильным без соблюдения законов. Каждый должен нести ответственность за общественные интересы, которые приносят пользу обществу в целом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллах, сказал «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Правитель является пастырем для своих подданных и несет ответственность за свою паству. Мужчина является пастырем и для своей семьи, и несет ответственность за свою паству. «Женщина является пастырем в доме своего мужа и несет ответственность за свою паству. Слога является пастырем для имущества своего хозяина и несет ответственность за свою паству». Итак, каждый из вас является пастырем и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Итак, ответственное общество — это сплочённое общество, в котором каждый член знает свою роль, уважает других. Мы должны уважать общественный порядок и соблюдать законы, а также учитывать чужие права, чтобы справедливость восторжествовала, сообщество пользовалось безопасностью, миром и стабильностью, и чтобы наша страна находилась в таком месте, которое подходит ей среди других наций. К факторам государственного строительства относится и экономическое строительство. Это одна из важнейших опор государства, без которой оно не может строиться. Сильная экономика позволяет государствам выполнять свои внутренние и международные обязательства и обеспечивать достойную жизнь своим гражданам. А когда экономика испытывает слабость, бедность и болезни распространяются, жизнь нарушается, морал подрывается, преступность увеличивается, и у вздействующих врагов, которые принимаются за разрушение государств и вовлечение их в бесконечный беспорядок, создаются широкие возможности. Так, нации, которые не достигают своей самообеспеченности и все еще зависят от других, не имеют ни самостоятельности, ни независимости своего решения. Сильная экономика государства позволяет ему жить с достоинством и гордостью между другими государствами, и поэтому ислам уделяет большое внимание деньгам, ибо они есть жизненная основа, без которой нельзя обходиться. Экономическое государственное строительство требует усовершенствования работы и увеличения производства. Ни нация, ни институт, ни семья не могут достичь подъема без труда и совершенства. Наш Господь Семогущий призвал нас трудиться и искать заработка по земле, сказав Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха, и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. Сурав пятница, аят 10 Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и к нему вы явитесь после воскрешения. Сурав ласт, аят 15 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посчитал самой лучшей едой то, что заработал раб своим трудом, сказав Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал своими руками. И поистине, пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался тем, на что он зарабатывал своими руками. А также, он, мир ему, благословение Аллаха, сказал тому, кто постарался заработать дозволенными путями и, вернувшись домой уставшим, лег спад, грехи его наутро будут прощены. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, призывает нас производить, говоря, Если будет наступать сегодня час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его, прежде чем час настанет, пусть сделает это. А также, он, да благословение Аллаха, приветствует, сказал, если какой-нибудь мусульманин посадит дерево или посадит что-нибудь, а затем птица, человек или животное съест что-то из посеянного или посаженного им, это непременно зачтется ему как садока, милостыня. Так, посредством труда и производства земля заселяется, государство строится, а человек сохраняет свое мужество, мужественность и достоинство. К факторам государственного строительства относятся и создание культурного, религиозного, интеллектуального и наученного сознания. Отсутствие или слабость осведомленности не могут способствовать построению сильного и стабильного государства. Следовательно, необходимо повышать осведомленность у членов сообщества, а также каждый из них должен знать свои обязанности и права. Для этого нам же надо правильно сформировать сознание, совесть и образ поведения всех членов общины посредством нравственного воспитания, благотворной культуры и противостояния невежеству. Поэтому все государственные институты должны объединить усилия для создания культурного, религиозного, интеллектуального и наученного сознания, что позволяет людям осознать масштабы стоящих перед ними задач и подготовить способы противодействия, в частности, опровержения слухов в их зачаточном состоянии. Гораздо важно не поддаваться ложным и предвизятым слухам, направленным на нанесение вреда нашей стране. Всевышний Аллах сказал А те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам въезд, то разузнайте, чтобы не поразить понизнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. Сура комнаты. Аят 6. Мы должны быть бдительными и сознательными из велика поучительные уроки, из чужого опыта и жизненных испытаний. А те, которые уверовали, соблюдайте осторожность. Сура женщины. Аят 71. Дайте нам знать, что построение и поддержание государства – это ответственность, возложенная на наши плечи во всех сферах. Подчеркиваем, что строительство осуществляется только после противодействия деструкторам. Паи говорит, как тебе удастся достроить здание, если другой берется за разрушение? Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Помогай брату своему, независимо от того, притеснителем он не является или притесняемым». Услышав это, один человек сказал, «А посланник Аллаха, я могу помочь ему, если он подвергается притеснению, но скажи мне, как мне помочь ему, если он не является притеснителем?» На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Удержи его или помешай ему от притеснения, и поистине это станет помощью ему». Каждый из нас в рамках своей ответственности должен удержать тех, кто выходит из национального ряда или наносит ущерб интересам Родине. «О, отец, руководи к лучшему своего сына, а брат, руководи к лучшему своего брата, а друг, руководи к лучшему своего друга». Давайте откажемся от отрицательности и осознаем то, что происходит вокруг нас. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не будьте приспособленцами, которые говорят, если люди поступят хорошо, мы тоже поступим хорошо, а если они поступят несправедливо, мы тоже поступим несправедливо. Но приучите себя делать добро людям, если они делали вам добро, и не отвечайте несправедливостью на несправедливость». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал, «Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и приступающих этой границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части корабля, а другие в нижней. Когда, оказавшись, внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубы, и в конце концов они сказали, «Они проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху? И если они предоставят им самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все. Если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных». Уже недостаточно быть хорошим человеком самим по себе, так как теперешняя вразумительность требует выхода за предели личной праведности в направлении распространения праведности среди других. Всемогущий Аллах сказал, «Многие из их тайных беседы не приносят добро, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду». Сураженщине, аят 114. «Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны». Сураженщине, аят 117. «Видораспространение праведности – это путь пророков и посланников. С помощью распространения праведности строятся государства и защищаются их взаимоединиства, сила, сплоченность и взаимозависимость, чтобы человечество могло жить в мире и спокойствии, без конфликтов, раскола, насилия, терроризма, нечестия в результате убийств и саботажа. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всеми, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. Мои братья в исламе. К факторам государственного строительства относится и социальное строительство. Ислам глубоко привержен делу упрочения социальных связей и отношений, существующих между членами сообщества, и укрепления солидарности и сочувствия между членами одной и той же общины, без причинения вреда другим. Исходя из слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать своему брату того же, чего желает самому себе. А также пророк Мухаммад, доблагословит его Аллах и приветствует, изрек клинус Аллаха, не уверует. Клинусь Аллахом, не уверует. Клинусь Аллахом, не уверует. Его спросили, кто у посланника Аллаха. Он сказал, тот человек, сосед которого, не находится в безопасности от его зла. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, еще поведал, не уверовал в меня тот, кто спит ночью, будучи сытым, зная, что его сосед голодает. К факторам государственного строительства относятся и обеспечения сплоченности семьи. Это элементы, которые поддерживают структуру семьи. Семья является краеугольным камнем, которым строить создание общества. Она отвечает за защиту детей и молодежи и уделяет внимание развитию их тел и умов. В ее пределах встречаются чувства любви, сострадания и солидарности. А в объятиях сплоченной семьи растут добрые признаки, возникают щедрые качества и преобладают привязанность. Однако дело не только в этом, так как семья несет ответственность перед своими детьми. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал «С человека довоно греха», если он не заботится о тех, кто находится на его ждевинде. Какая потеря может стать слишком велика, больше чем оставить наших любимых детей без помощи в борьбе с неверными мыслями и заблюдившимися группами? Как можно испытывать спокойствие, не выполняя нашего долга перед нашими детьми? Мы должны развивать у них осознание окружающих нас опасностей и проблем и всегда напоминать им об их долге перед своей Родиной, поскольку любовь к Родине передается по наследству. Поэт Ахмачалка говорит «Всю жизнь Родину нашу защищаем, а дети вслед за нас флаг поднимают, а Египет в тебе умрем так же, как проживаем, да будет лицо у тебя неприкосновенным». К факторам государственного строительства относятся и обеспечение этических и поведенческих ценностей. Ведь наций и цивилизаций, которые не основываются на ценностях и морали, являются слишком хрупкими. Они даже несут факторы падения в своих основах и опорах. Благодаря благонравию мусульмане поднимаются по степеням веры и станут тяжелыми у него в день суда выси добрых дел. Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал «В день воскресения на весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия, ибо поистине Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова». Однажды посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, спросили о том, что чаще всего будет помогать людям попадать в рай. И он сказал «Страх перед Аллахом и благонравие». Кроме этого, посланник Аллаха посчитал благонравие критерием совершенства или недостатка веры у мусульманина, сказав «Наиболее совершенной верой обладает самый благонравный из верующих». Поистине, хорошая мораль «Мешать человека совершать непристойности или произносить деструктивные, скверные слова». Аллах, Слава Ему и Величие, сказал «Ва мэталю калиматин хабисятин кашаджаратин хабисятин и дитусатмен фаукил арди ма лагамин карар». А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. Сура Ибрагим, аят 26. «Мы просим Аллаха Всемогущего вести нас к лучшим нравам и добрым словам, постоянно наделять нас милостью безопасности, мера и стабильности, и защищать Египет, его народ и все страны мира от всякого зла и неприятностей». Субтитры создавал DimaTorzok